Завершилась рабочая поездка главы государства в Актюбинскую область накануне. Нурсултан Назарбаев посетил в Актюбе пять социально значимых объектов. Какие объекты проинспектировал глава государства сегодня и что пожелал жителям Актюбе, расскажет Назымгуль Кумыспаева. Это первая рабочая поездка главы государства после обращения с посланием к народу Казахстана. В ходе этого визита особое внимание. Президент страны традиционно обратил на работу по улучшению качества жизни жителей региона. За два дня Нурсултан Назарбаев посетил несколько социальных объектов. Глава государства отметил высокий потенциал развития региона и его большие перспективы. Главе государства показали центр энергоэффективности. Строительство этого объекта завершилось еще в 2017 году и приурочено к международной выставке Экспо-2017. Во время визита в регион глава государства узнал в частности о ходе реализации государственных программ. Дома хорошие, теплые, комфорт класса. Сейчас активно сотрудничаем с банками. Программа 7-20-25. Вот такие молодые семьи примерно. Какую квартиру проделали? Двухкомнатные квартиры. Сейчас очень много пошло. Многодетных семей. Приходит прям трех-четырех комнатных. Сколько квадратов? 70-75 квадратов. 75? 75? 75 даже есть квадраты. Сколько стоит квадратный метр? 160 тысяч тиге квадратный метр продаем сейчас. По программе 7-20-25 квартиры в Актобе приобрели 150 семей. Как любая женщина, я очень мечтала, что стану хозяйкой в новой, светлой, уютной квартире. Благодаря программе 7-20-25 наша семья буквально две недели, как мы оформили кредит и купили квартиру. Вы застройщик, ваши финансы как формируются для застройки? Собственные средства строим. Потом предоставляете, потом за счет возврата кредита вы получаете, имеете возможность дальше развивать. Сейчас дальше развивается. И это выгодный бизнес, правильно? Очень выгодно, да. Во-первых, коллектив развивается, компания развивается. Я рад видеть практическое осуществление моего послания, очень важного для людей. Центр энергоэффективности – наглядный пример внедрения зеленых технологий. Электричество и горячую воду для него получают от альтернативных источников энергии – солнца и ветра. Главе государства доложили о создании Актюбинской агломерации, реализации программы Smart City и развития общественного пространства города. Это должен быть опыт, показательный для других. Вы сейчас строите новые дома, микрорайоны. Нужно объяснить строителям, где есть возможности для использования энергии солнца и ветра. Это напрямую связано с погодными условиями. Как вы знаете, на юге и в Турции на крышу ставят железные бочки и нагревают в них воду. Посетил президент и детский образовательный центр для одаренных детей. Центр работает круглый год. Экскурсию для президента провели воспитанники образовательного учреждения. Во время посещения детского центра глава государства отметил, что все в стране делается ради их светлого будущего. Здесь учатся победители различных олимпиад. Одаренные ребята, которые достигли определенных высот. Политика нашего государства всегда направлена на поддержку молодых людей. 30% жителей страны в Казахстане – это молодежь. Поэтому все, что мы делаем – это ради вашего будущего. Вы живете в 21 веке. Это время, когда нужно внедрять новые технологии и делать все это вам. Поэтому с первых дней независимости тысячи молодых людей я отправил учиться за рубеж. Подготовили более 15 тысяч специалистов. У нас в стране открыто много интеллектуальных школ для способных детей. Единственный на западе страны круглогодичный образовательно-познавательный центр построен по аналогии с Артеком. Одновременно отдыхать и учиться здесь могут до 300 детей. Первые приедут сюда в ноябре. Здесь и актовый зал, кинозал, большой читальный зал, библиотека большая. Во всех направлениях, по всем предметам есть лабораторные кабинеты. Все необходимые для детей полностью созданы. Традиционно во время визитов в регион. И глава государства находит время для общения с местными жителями. Не стало исключением и Октюбинская область. Ну, как же я? Слышал. Я все время выступаю, говорю. Теперь приехал вас слушать. Я, кроме того, что туда нашел. Уважаемый Нурсултан Абишевич, во всех своих посланиях вы всегда уделяете особое внимание повышению благосостояния народа и укреплению государства. Я считаю, что обращения этого года отличаются особой социальной направленностью. Будут расти заработные платы и повышаться качество жизни населения. Мы поддерживаем вас. Жителям региона Нурсултан Азарбаев лично разъяснил суть государственных программ, их цели и ожидания от реализации. Как обычно, традиционно, каждый год посвящаю все области. Для того, чтобы посмотреть, как осуществляются на местах все мои программы, планы, которые я предлагаю в народе. Среди всех них, основание этого года особенное. Она чисто социально направлена для людей. Первое. Увлечение минимальной заработной платы в полтора раза за 9 десятки тысяч людей в Артюминской области. Если еще добавить, что крупное производство, я тоже скажу, чтобы они низкооплачивали, то это будет 50-60 тысяч человек получат увеличение заработной платы снизу. Второе, это вопрос оказания поддержки молодежи, студенческой молодежи, строительство в общежитии, увеличение грантов, вы это знаете. Третье, вопрос весельского хозяйства. То есть все и программа жилья 7-20-25. Президент Казахстана отметил, что Актюбинская область является одним из наиболее быстро растущих регионов страны. И у города областного значения есть все шансы стать городом-миллионником. Социальных объектов я вчера посмотрел, обошел. Все они направлены на человека, на людей. Строительство жилья сильно развивается. За последние 20 лет город, население увеличилось в два раза 500 тысяч сейчас. Я хочу, чтобы Актюбинск был миллионным городом, как он. Чумкент, Астана на западе. И для этого есть все возможности. Перспективы развития приграничного индустриального города, который еще и стоит на воссоздаваемом шелковом пути, довольно впечатляющие. Глава государства подчеркнул, что учитывая географическое положение, необходимо расширять транзитные возможности. Транспортные отели через вас проходят. Белезные дороги проходят. Газификация идет. Экономика выросла на 5%. Это лучшие показатели по Казахстану. И дети в садике устроены 90%. Газификация – 88%. То есть в области делается очень большая работа. Нурсултан Азарбаев подчеркнул, лишь совместными усилиями и большим трудолюбием мы сможем создать сильную страну, которая войдет в тридцатку развитых стран. Бездельники были во все времена, у всех народов. Они жалуются, не жалуются, пусть на себя жалуются. Надо подняться с постели, с места, где сидишь, и начинать что-то делать. Что-то делать будешь, плохо жить в Казахстане невозможно. В завершение рабочей поездки глава государства выступил перед журналистами. Президент высоко оценил деятельность руководства региона в достижении основных социально-экономических показателей и реализации государственных программ. То, что посмотрел, меня совершенно удовлетворяет, потому что в области конкретно делаются шаги по исполнению моих посланий, особенно последнего, который направлен на благополучие населения нашей страны. По программе 7.20.25 строится жилье, первые получатели квартиры уже получили, социальные объекты, спортивные, культурные и другие строятся очень активно. Жилищные строительства тоже активные, экономика области растет на 5%, это лучший показатель. Встретился с людьми, узнал настроение, очень хорошее, поэтому я даю хорошую оценку работы области, работу Акимова области, Акимов районов и исполнительной власти. В Ак-Тубе строятся дороги, школы создается необходимая для жизнедеятельности инфраструктура. Дальнейшему развитию региона поможет и реализация государственных программ, которые и призваны повысить благосостояние и уровень жизни казахстанцев. На Зымгулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Айдос Серегболулы, Хосена Маркулов и Алмазу Маргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар, 24 октября.